Зареченцы готовятся к международному выставочному форуму. Новый опыт и желание расширить границы своих экспортных контрактов. Осторожно, лед. Спасатели предупреждают, прогулки по ледяной глади небезопасны. Наиболее безопасная толщина льда, чтобы человек мог ходить, считается от 7 до 15 сантиметров. Час с мэром. На радио и телевидении стартуют новые проекты. Зареченцы могут задать свои вопросы первому лицу города в прямом эфире. Я бы хотела знать, будет у нас Заречный кинотеатр. И вначале о главном. Сегодня губернатор Пензенской области Василий Бочкарев провел итоговую пресс-конференцию. Основной темой беседы стало социально-экономическое развитие региона в уходящем году. В целом, темпами развития экономики глава региона доволен. Хорошие результаты в строительстве и сельском хозяйстве. Положительные сдвиги есть и в других отраслях. Все подробности в одном из наших ближайших информационных блоков. Продукцию зареченских приборостроителей увидит весь мир. Предприятия нашего города примут участие в международной выставке «Интерсек-2013». Крупнейший ближневосточный форум, посвященный технологиям безопасности, пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов в январе. Как зареченцы готовятся к участию в престижном форуме, выяснил наш корреспондент. Зареченская группа компании «Старт-7» представит свои уникальные разработки систем сигнализации охраны на международном уровне. Уже сегодня на предприятии полным ходом идет подготовка к ближневосточному форуму приборостроителей в Дубае. Продукция компании широко известна в России и странах СНГ. А участие в международной выставке даст предприятию возможность значительно расширить географию применения выпускаемых приборов. Интересно показать себя и посмотреть себя на другом рынке, завязать какие-то первичные контакты, представить свою продукцию. То есть новый опыт и желание расширить границы своих экспортных контрактов. На выставке «Интерсек-2013» зареченская компания представит весь спектр своей продукции. В основном это охранные комплексы для крупных объектов и радиолучевые датчики. В частности, посетители форума ознакомятся с одной из самых удачных разработок предприятия – приборами охраны объектов серии «Риф». Этот прибор сохраняет свою работоспособность при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию, при повышенной влажности до 98%. То есть он практически работает в любых зонах нашей страны. Сегодня группа компании «Старт-7» занимается разработкой и серийным производством технических средств охраны периметров, систем сбора и обработки информации, систем телевизионного наблюдения с использованием передовых технологий и строгой системы контроля качества. Всего в международной выставке «Интерсек-2013» запланировано участие четырех представителей зареченского приборостроительного кластера. Раньше они предоставляли только себя, только свой бренд, а сейчас мы представляем город Заречный Пензенской области, и сразу мы показываем наш потенциал в приборостроительной отрасли. Высокие потребительские свойства зареченских изделий будут продемонстрированы потенциальным партнером из стран Ближнего Востока, Европы и США под единым брендом приборостроительного кластера Пензенской области. Если этот опыт окажется удачным, то следующий шаг на мировой рынок сделают предприятие мебельной и пищевой промышленности Заречного. «Старт-7» – одно из четырех предприятий города, которые презентуют свою продукцию в Дубае. Среди участников выставки также промышленно-коммерческая фирма «Полёт», закрытое акционерное общество «Охранная техника» и научно-производственное предприятие «Сенсор». О них мы обязательно расскажем вам в наших информационных выпусках. Следите за эфиром. И к другим темам. Снега на улицах города по-прежнему нет, а вот водоемы уже затянуло льдом. И самые отчаянные пробуют его на прочность. И в регионе уже открыта печальная статистика. В районе Золотаревки погиб мужчина, который ловил рыбу в Сурском водохранилище. Рыбак провалился под лед. Зимняя рыбалка в пределах Заречного не так распространена. Но и среди жителей нашего города немало тех, кто испытывает судьбу, выходя на лед. Рассказывает Светлана Теплухина. Сегодня будний день, и поэтому на Лермонтовском пруду пока пусто. Но в выходные здесь были замечены зареченцы, катающиеся на коньках и играющие в хоккей. Опробовать природные ледовые площадки решаются, как правило, самые юные зареченцы. Между тем, у замерзших водоемов сотрудники комбината благоустройства уже установили таблички, запрещающие выход на лед. Зареченские спасатели тоже полагают, несмотря на длительные суровые морозы, поверхность пруда – не место для детских игр. Наиболее безопасная толщина льда, чтобы человек мог ходить, считается от 7 до 15 сантиметров толщина льда должна быть. Если группа людей выходит, то от 15 до 25. На зареченских водоемах слой замерзшей воды составляет 10-11 сантиметров. Так что целую компанию хоккеистов лед может и не выдержать. Но даже в одиночестве полагаться на прочность ледяного покрова нельзя. Сотрудники Управления гражданской защиты призывают горожан помнить об элементарных правилах безопасности. Например, не стоит проверять прочность льда ударом ноги. Выйдя на поверхность водоема, внимательно смотрите под ноги, чтобы вовремя заметить полынью или прорубь. Нужно помнить также, что треск или прогиб льда и выступившая на его поверхности вода – явные признаки опасности. Толщину льда на двух городских водоемах зареченские спасатели измеряют ежедневно. Но каким бы безопасным и надежным ни казался ледяной покров, об осторожности никогда нельзя забывать. Зимняя вода беспечности не прощает. Светлана Теплухина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». А зареченские подростки обсудили новую молодежную политику города. Сегодня в детском оздоровительном лагере «Звездочка» прошел молодежный слет «Первые шаги». Участие в нем приняли не только школьники, но и молодые работники городских предприятий. Более ста зареченцев в возрасте от 16 до 30 лет учились планировать будущее – свое, своего города и всей страны. В конце слета провели выборы в молодежный парламент и решили организовать свою молодежную администрацию и молодежный совет Заречного. Именно на эту молодежь, именно на этих молодых людей мы в дальнейшем могли опираться при планировании, при проведении совместных мероприятий, потому что идеи есть у каждого. Только вместе, объединившись вместе, мы можем что-то интересное, полезное и классное придумать. И снова о коммунальных проблемах. У жителей 15-го дома по проспекту Мира она не новая. Доделывают подъездные двери там уже не первую неделю. В последний раз исправить ситуацию коммунальщики обещали за 10 дней. Время прошло, но мало что изменилось. Ксения Тризна в очередной раз выслушала жалобы зареченцев. Сроки, отведенные на исправление, уже истекли, но ситуация к лучшему не изменилась. Жильцы третьего подъезда 15-го дома по проспекту Мира по-прежнему не рады новым металлическим дверям. Хотя подъезд больше не открыт настиж, доводчики коммунальной службы все-таки установили, теплее от этого не стало. Щели так и остались незаделанными, и холодный воздух беспрепятственно проникает в дом. К тому же новая дверь короче старой, деревянной, поэтому порог подъезда висит в воздухе. Теперь всяк сюда входящий рискует попасть в своеобразную западню. Как можно входить в эту дверь, когда там яма, а здесь свету нет? Мальчик двухлетний провалился. Жильцы попытались исправить ситуацию своими силами. Подложили под порог кирпичи, но этого явно недостаточно. Отчаявшиеся люди регулярно обращаются во все инстанции, напоминают о своих проблемах. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Десять дней уже прошло, да? Да, да, вчера был последний. Пока нечего сказать, будем заделывать. Когда решится этот вопрос, сказать трудно. Жильцы уже потеряли всякую надежду на благополучный исход дела. Они хотят только одного, чтобы все вернулось на свои места. Ставьте деревянные. Мы рады будем даже, если вы поставите нам на место деревянные двери. Нам будет, во-первых, тепло, и мы вас больше трогать не будем. Может быть, в качестве подарка к Новому году двери доделают. А пока остается ждать спада холодов. Может быть, тогда в 15-м доме станет чуточку теплее. Ксения Тризна, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». В «Заречном» обсудили роль общественных объединений в антинаркотической пропаганде и результаты введения в школах основ религиозных культур и светской этики. Накануне состоялось заседание Городского этноконфессионального совета. Главной же стала тема изменений в законодательстве, касающихся денежных выплат льготникам. Особенно много вопросов в последнее время возникает о льготах ветеранам труда и ветеранам Трудопензенской области. Те, кто имеет звание ветеран труда и удостоверение зеленого цвета, они теряют только право льготного проездного билета. Все остальные льготы остаются и происходит увеличение ЕДВ. Те, у кого книжечка красного цвета, удостоверение красного цвета, у них все льготы отменяются и остается выплата в размере 300 рублей. С 1 января 2013 года и тем и другим ветеранам труда, а также остальным федеральным и региональным льготникам будет дополнительно начислено по 20 рублей в ежемесячной денежной выплате вместо социального проездного билета. Подробнее обо всех изменениях руководитель Департамента социального развития Заречного расскажет в одном из ближайших выпусков передачи «Мнение». Это одна из новых программ, выходит в нашем эфире ежедневно в 19.15. Смотрите телеканал «Заречный». Кстати, наша телерадиокомпания готовит к выходу и другие проекты. Один из них «Час с мэром» стартует в прямом радиоэфире уже на этой неделе. Мэр Заречного Вячеслав Гладков будет отвечать на волнующие зареченцев вопросы. Я бы хотела узнать, будет у нас Заречный кинотеатр. У нас у всех пенсионеров один вопрос. Нас вот лишили, все льгот проездные лишили. То, что выслугу сколько, наверное, тоже лишили. А у меня пенсия вот 7 тысяч. Первый вопрос, который возникает, когда будет отопление в школах на нужном уровне. Потому что в кабинетах находиться вообще невозможно. Теперь, чтобы задать свой вопрос мэру города, необязательно записываться к нему на прием и ждать своей очереди. Достаточно внимательно следить за теле- и радиоэфиром. Власть становится ближе к народу. И телерадиокомпания «Заречный» старается всячески этому способствовать. Телерадиокомпания «Заречный» начинает активный этап формирования обратной связи. И первая ласточка этого как раз радиопрограмма «Час с мэром». Мы выступаем такими очень порядочными посредниками между властью и обществом. У зареченцев уже была возможность пообщаться с мэром города в прямом эфире на телевидении. Вячеслав Гладков был гостем программы «Новости Заречного». Глава городской администрации в студии обсуждал с ведущим послание президента федеральному собранию. Один из призывов главы государства сегодня прозвучал так, что необходимо сделать власть прозрачной и доступной для населения, для граждан. Как вы относитесь к этому призыву? Считаю, что это один из главных показателей деятельности любого руководителя любого уровня. Теперь получить ответы на интересующие вопросы из уст мэра можно и в эфире городского радио. Уже на этой неделе на родной волне Вячеслав Гладков появится в программе «Час с мэром». Настраивайте свои радиоприемники на нужную частоту и готовьте свои вопросы первому лицу города. Будет ли вопрос в форме смс-сообщения? Либо это вопрос на сайте, либо это звонок заранее, либо звонок в прямой эфир. Ответ все равно будет получен. Мы об этом ведем переговоры с властью, о том, даже если мы что-то не успели затронуть во время эфира, радиоэфира, а в дальнейшем и телеэфира, мы будем этим заниматься по окончании наших программ. Задать свои вопросы главе городской администрации в режиме онлайн вы сможете уже в этот четверг в 15 часов по телефону 61-20-55. Следите за эфиром, будьте с нами. Светлана Демина, Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». И вновь возвращаемся к важнейшей политической новости декабря – посланию президента Федеральному собранию России. Одной из главных тем обращения Путина к высшим госчиновникам стала проблема демографии. Через 20 лет доля молодого, активного, трудоспособного населения России может сократиться в полтора раза. Угроза вполне реальна, если не предпринять решительных мер для ее устранения. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию. Для сохранения здоровья нации, повышения рождаемости, увеличения продолжительности жизни, по мнению президента, нужно преодолеть, цитата, «безответственное отношение общества в вопросах здорового образа жизни». Это не только отказ от курения, пьянства, но и постоянная физическая активность. К этому на протяжении нескольких лет призывают и власти Заречного. В числе борцов за здоровый образ жизни и депутаты собрания представителей. К примеру, широко известными стали акции Общественного объединения спорта и фитнес, руководит которым Андрей Строителев. Чемпионат по ползанию младенцев, занятия нордической ходьбой, бег по лестницам. Акции от спорта и фитнеса пользуются популярностью среди горожан, Зареченцы с удовольствием в них участвуют. Ведь для этого не требуется какой-то специальной физической подготовки. Никаких противопоказаний, никаких затрат, никаких препятствий к тому, чтобы быть здоровым. Все в рамках городской, а теперь и заявленной на федеральном уровне политики. Эту тему сегодня в прямом эфире мы обсудим с нашим гостем, депутатом собрания представителей Заречного Андреем Строителевым. Добрый вечер, Андрей Викторович. Вы самый, скажем так, ярый приверженец здорового образа жизни. К нам сегодня в студию как добрались? Пешком на велосипеде? Я пришел пешком, но, наверное, скорее из-за того, что я недалеко работаю. И одна из причин, что глупо ехать на каком-то общественном транспорте. Спасибо. Ну что ж, подробнее об этом и многом другом с нашим гостем мы побеседуем по окончании информационного блока. А пока продолжаем выпуск. Сегодня органам ЗАГС России исполняется 95 лет. В 1917 году Совнарком подписал декрет о гражданском браке, о детях и введении книг, актов гражданского состояния. До этого момента все эти вопросы находились в ведении церкви. Сегодня ЗАГС – единственный государственный орган, по документам которого можно проследить человеческую жизнь от рождения до самой смерти. О том, как работники Зареченского ЗАГСа отметили свой юбилей, узнала Светлана Теплухина. День 95-летнего юбилея российских органов записи актов гражданского состояния сотрудники Зареченского ЗАГСа отметили на рабочих местах. Поэтому руководитель учреждения Татьяна Рыскина экскурсию по своим владениям начала с кабинетов. Рождение и уход из жизни, браки и разводы, усыновление и установление отцовства, смена имени или фамилии – все это фиксируется в ЗАГСе. И вся эта работа лежит на плечах трех сотрудниц, включая саму Татьяну Николаевну. Случайных людей здесь не бывает. Работа с бумагами требует точности, работа с людьми – особых душевных качеств и деликатности. Здесь без этого просто нельзя. Я не даром, я всегда говорю, мы артисты, мы юристы, мы, я не знаю, психологи, все что угодно. На самом деле здесь нельзя не любить людей. Мы говорим ЗАГС, подразумеваем свадьбу. Татьяна Николаевна с особой гордостью демонстрирует нам залы бракосочетаний. Здесь все продумано до мелочей, чтобы подчеркнуть особую трепетность и торжественность момента. Ну а вот эти лазочки вообще мне достались по наследству. То есть от предыдущего, предыдущей заведующей ЗАГСом. То есть вот посмотрите сколько это, вот просто раритет. А если представить вообще сколько здесь вот золота лежало за все это время, то это прямо целые килограммы будут. Сотрудники ЗАГСа, зная все обо всех, сами зачастую остаются для нас инкогнито. Профессиональный праздник – хороший повод поздравить этих скромных тружениц, кропотливо фиксирующих всю нашу жизнь. Очень хотелось бы пожелать всем, конечно, доброго такого здоровья, хорошего здоровья, оно здесь очень нужно. Вот, чтобы близкие их как можно больше радовали. Ну и естественно, чтобы в нашем коллективе, коллектив маленький, чтобы в нашем коллективе всегда было взаимопонимание. По пятницам и субботам сюда, на площадь перед ЗАГСом, съезжаются нарядные машины, а по главному крыльцу поднимаются женихи, невесты и их гости. В будни работа ЗАГСа выглядит не столь праздничной, но она не менее важна. Светлана Теплухина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях депутат собрания представителей города Заречного Андрей Строителев. Свои вопросы вы, уважаемые телезрители, сможете задать ему в прямом эфире по телефону 60 12 61 уже через несколько минут. А мы пока прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Банк «Российский капитал» предлагает вам кредит «Надежный» от 15,9% годовых. Ждем вас по адресу. Город Заречный, улица Заречная, 1. У меня идеальная работа. Работаю, когда хочу и сколько хочу. Ни перед кем не отчитываюсь. Такси «Гост» приглашает водителей с личным автомобилем. Свободный график, работа без рации и без отчета. Телефон 65 65 65. Мечта, а не работа. Мы, конечно, не настоящие волшебники, но наше рождественское предложение заставит всех поверить в новогоднее чудо. Рождественский вклад. Более 12% годовых. Восточный экспресс-банк. Внимание, внимание! Настоящие новогодние подарки от фонда жилья и ипотеки. Весь декабрь бесплатное оформление ипотечного займа. Выдача денежных средств на приобретение жилья в течение трех дней. Фонд жилья и ипотеки. Встречайте Новый год с новой квартирой. Телефон Единой справочной службы. 61 18 14. В Новый год мы все строим планы. Бухгалтер строит планы счетов. Юрист – план судебной защиты. Кадровик – работу с персоналом. Директор – план расширения рынка. Пусть все ваши планы поддерживаются и воплощаются. С Новым годом и новыми планами вместе с Консультант Плюс. Консультант Плюс. Надежная правовая поддержка. Очень часто в жизни случается, что в Юсте мечты сбываются. Мир мечты. Юсты ты. Хочешь в теплой обстановке ты с друзьями чай попить? Приходи к нам в банк скорее. Оптимальный вклад открыть. Новогоднее предложение от Инвесторгбанка. 11,25% годовых и ароматный чай в подарок. 8 800 245 45. Салон «Обуви Гламур» поздравляет всех с наступающим Новым годом и приглашает за покупками. На зимнюю коллекцию скидка до 50%. Адреса салона. Город Заречный, улица Строителей 11А, торговый центр Рябинушка. Город Пенза, улица Суворова 92, ярмарка Красной Холмы. Проспект Строителей 48, салон «Обуви Гламур». Ваш малыш еще ни разу не видел Деда Мороза и не водил хоровод вокруг елки? Тогда мы приглашаем вас на новогодний праздник «Моя первая елка», который состоится 30 декабря в 11 часов в музейно-выставочном центре. Цена билета 200 рублей с подарком. Справки по телефону 60 73 48. Телерадиокомпания «Заречный» раздает новогодние подарки. Каждый участник акции «Подключайся» участвует в розыгрыше ценных призов. Подключения к базовому пакету бесплатные. Торопитесь. Подключитесь до 28 декабря и участвуйте в розыгрыше. Сделайте себе подарок к Новому году. Подробности по телефону 60 13 19. Весело, весело встретим Новый год! Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях депутат собрания представителей города Заречного Андрей Строителев. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И хотелось бы с вами начать обсуждение с такой важной для всех россиян, наверное, новости. Недавно президент озвучил свое послание к Федеральному собранию. И там были затронуты такие темы, как демографическая ситуация в стране. Вот этот пункт как вы можете прокомментировать? Вот хотел сказать, что президент еще в 2005 году обозначил то, что каждый второй мужчина в России не доживает до 60 лет. Позор, сказал Владимир Путин. И сегодня ситуация меняется, но также остается не лучше. И мужчины среднего возраста сегодня это проблема. И вот хотел бы обозначить о том, что президент показал о том, что нам нужно ответственно относиться к своему здоровью. И вот по опыту американцев, есть ряд штатов, где продолжительность жизни в штатах сократилась до 69 лет. Дело в том, что американцы очень ответственно относятся к своему здравоохранению. И считают, что здравоохранение ответственно относится к ним. И сами к себе как бы безразличны. Вся надежда на то, что и придет медицина. И если бы физкультура была превращена в какую-то таблетку, это была самая потребляемая таблетка. И у нас бы фармацевтический рынок бы еще поднялся вверх. Но это нереально. И поэтому все в наших руках. И здоровый образ жизни – это рациональное питание и двигательная активность. Рациональное питание портится нам в магазин, продукты с высоким гликемическим индексом. И наши автомобили, наш образ жизни, который есть, к сожалению, с низкой двигательной активностью. И это сказывается на нас, мужчинах, моего возраста. Вот эти два момента, которые, в общем-то, приводят к тому, что, а, сердечно-сосудистые заболевания у нас на первом месяце по смертности. А если сердечно-сосудистые не убил, то нарушение заболевания опорно-двигательного аппарата приводит к тому, что люди становятся, мужчины, нетрудоспособны. То есть, можно сказать, именно поэтому такая проблема с демографией в России возникла какое-то время назад? Скорее всего, наша формула, которую мы выдвигаем, в сегодняшней финансовой ситуации, трудно, конечно. Задача, которую поставил, хочу напомнить, что это Вячеслав Владимирович Гладков сказал, что еще год назад говорил о том, что нормальная зареческая семья, хорошая зареческая семья, это семья с тремя детьми. И сегодня в финансо-экономической ситуации, наверное, трудно в возрасте сразу от 30 или от 25 до 35 сразу поднять троих детей. И наиболее рациональный, грамотный подход – это растянуть процесс на всей своей жизни, начиная от 25 и смело до 60 поднимая с большими рассрочками детей. А, скорее всего, за счет этого можно сделать то, что мы выровняем ситуацию. И у Заречной просто есть прекрасные возможности на том, чтобы мы стали эталоном социальной вот этой модели, которую города другие России могли бы просто брать как уже готовую формулу и реализовывать. Это что? Это информировать людей о рациональном питании и дать возможность подвигать на активность. Достаточно 5000 шагов в день для того, чтобы делать профилактику. Это поставить автомобиль куда-нибудь подальше от дома и пройти 5000 шагов. Не в течение дня, а должно быть разово в течение. И до своего девятого этажа, если вам повезло, вы живете на девятом этаже, отказаться от лифта, подняться на девятый этаж. Но спускаться лучше на лифте, для того, чтобы не нагружать опорно-двигательный аппарат, особенно если вам за 30 лет. Но для этого нужно все-таки встречаться с экспертом, с специалистами. Мы такую модель сейчас создаем, попробуем это информационно обеспечить, чтобы до каждого жителя это дошло. И на своем примере, чтобы вот мои товарищи-одноклассники формулу уже делали 90-90. Это как раз, когда встречаешь своего там правнука и говоришь, ну, ребята, все, я ушел. Ну, в любом случае, здоровье тоже играет немаловажную роль. Вот сегодня у нас в Заречном. Тем людям, которые не занимаются профессионально видами спорта, организация спорта и фитнеса, что может предложить, как укрепить свое здоровье, как его поддержать? А спорт, это вообще как бы не здоровый образ жизни. Спорт требует от вас таких напряжений, вот как вы сегодня в прямом эфире. Это нездоровая ситуация, да, и нужно быть высоко стрессоустойчивым человеком. А если стресс произошел, вам необходимо для того, чтобы после работы не садиться сразу в автомобиль или в автобус, а пройтись там километр, хорошо размахивая руками, для того, чтобы выработанный адреналин переработался, не превращался вредный семический продукт. Общественная организация предлагает наиболее такие дешевые, недорогие формы. Это то, что нам дает природа города Заречного, это открытое спортивное сооружение, которое активно появляется в городе Заречного. Без закрытых спортивных сооружений, без посещения секций, можно просто действительно сегодня создать свои условия для своей семьи, для себя, для своих детей. Создать ту социальную модель, когда мы будем жить долго и счастливо. Потому что счастье, оно тоже отчасти нашего крепкого здоровья. Еще раз говорю о том, что два кита, третий там уже просто, это уже позитивное отношение к жизни. Это рациональное питание, двигательная активность, без перегрузок и позитивное отношение к жизни. Вот эти три составляющие, просто радоваться к жизни, это даст возможности жить долго, иметь много детей. Говорят, Света, вы хорошая девушка, вы обязательно станете многодетной матерью. Спасибо большое. Не так много времени остается на беседу. Вот тем, кто желает попасть, присоединиться к вашей организации «Спорт и фитнес», куда обращаться, как можно это сделать? Такой вопрос. Ну, наша задача, как бы, массовый охват. И мы, как бы, не говорим о том, что, да, вот мы находимся на зеленой 31, мы это здание сейчас реконструируем. Мы в 2013 году запускаем проект «Здоровая Россия 598», ее маленькая модель «Заречная 598». 598 – это указ президента Российской Федерации 7 мая 2019 года о совершенстве государственной политики в области здравого хранения. Владимир Путин, правда, немножко другому указал, поставил такую цифру. 74 года должна быть продолжительность жизни в России к 2016 году. Понятно. Задача это выполнить. Все в наших руках. Что ж, Андрей Викторович? Мы создаем специальную электронную модель, где дойдем до каждого жителя своими предложениями по профилактике. Ясно. Спасибо большое вам, Андрей Викторович, за содержательную беседу. Приходите к нам еще. И в завершение выпуска еще немного информации. В городе полным ходом идет подготовка к Новому году. В детских садах и школах уже устанавливают зеленых красавиц в залах, где юные зареченцы будут водить хороводы. Как правило, в учреждениях образования ставят самые высокие и пушистые елочки. Пока лесные красавицы стоят ненаряженные, в ближайшее время их празднично украсит игрушками, гирляндами, мишурой. А в гости к малышам придут сказочные герои и вручат долгожданные сладкие подарки от Деда Мороза. В этом году новогодние презенты получат свыше 7 тысяч малышей и школьников Заречного. Пожалуй, елки, которые в последние дни заполонили улицы города и подарки, единственное, что напоминает о приближающихся торжествах. Снежных сугробов и ледяных горок в Заречном по-прежнему нет. Их попросту не из чего делать. Снега нет, а потому срывается и городской конкурс общественных инициатив «Снежные фантазии-2012». Точнее, переносится. Теперь заявки принимают до 27 декабря включительно. А итоги подведут 15 января. Остается надеяться, что к этому времени снег все-таки выпадет. Ну а мы с вами теперь увидимся только в четверг. Завтра на нашем канале будут профилактические работы. Поэтому программа новости Заречного в эфир не выйдет. Однако мы будем следить за тем, что происходит в городе, и обо всем расскажем вам в четверг. Будьте с нами. Увидимся на родном канале. Дорогие земляки, компания «Ремстрой» поздравляет вас с Новым годом и Рождеством. Мы желаем вам радости в ваших домах и в ваших сердцах. Компания «Ремстрой». Телефон 232-232. Курс валют в банке «Восточный экспресс». Американский доллар. Покупка 30 рублей 47 копеек. Продажа 31 рубль 47 копеек. Евро. Покупка 40 рублей 17 копеек. Продажа 41 рубль 37 копеек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова